В феврале в матче серии А против Сесуола Криштиану Роналду отпраздновал забитый мяч в стиле Пауло Дибалы, который в той игре не попал в стартовый состав. У аргентинца был сложный период из-за конфликта с тренером. Криш решил поддержать своего друга, но не ограничился жестом, а воспользовался своим авторитетом в клубе. Аллегри под давлением пошел на эксперименты. В следующей же игре против Фразинона Дибало вышел в старте и провел на поле все 90 минут, но дальнейшие матчи выявили четкую тенденцию. Если аргентинец выходил в основе, Ювентус играл хуже. В итоге итальянский грант рано вылетел из Лиги Чемпионов, а Роналду, оказывая протекцию по дружбе, нанес серьезный вред своей новой команде. Как и обещал, сегодня не щадим второго из футбольных гений в современности. Мы собрали все худшие поступки, все самые бездарные матчи футболиста, которые кажутся идеальным. Это топ-10 главных провалов в карьере Криштиану Роналду. Есть что вспомнить. На 10 месте настырность и деградация Роналду в исполнении штрафных ударов. Можно оправдать потерю скорости в силу возраста, но почему Криштиану вдруг разучился биться штрафных, я не понимаю. Ведь в нулевые и в начале десятых португалица регулярно клал по 5-6 таких мячей за клубный сезон. Криш был королем в этом компоненте, значительно опережая Месси. Но потом у него будто сбился прицел. За последние 5 лет всего лишь 4 таких гола в национальных чемпионатах. В позапрошлом клубном сезоне он забил только 1 в нынешнем 0. В то время как у Месси 8 голов со штрафных. Над Кришем уже стали смеяться, потому что весь этот пафосный ритуал с меренными шагами и широко расставленными ногами перед началом разбега с каждой запорной попыткой выглядит все комичнее. Его удары часто просто кошмарные. Скажите, ладно, бывает со всеми, но Роналду ведь не хочет никому уступать право реализации штрафных. К тому же Пьяничу 14 голов за 5 последних клубных сезонов или Дибали 10 голов за 5 лет со штрафных. Но нет, он упорно будет бить сам, ничего не меняя в технике удара и запарывая десятки попыток. И это иногда просто раздражает. Девятое место отдаем главному имиджевому зашквару Роналду фотографии на руках у Бадра Харри. Ну реально, если вы помните, что тогда случилось в мировом интернете, вы знаете, это была бомба. Криштиану в то время и так многие обвиняли в нетрадиционной ориентации и поговаривали про его странную дружбу с марокканским кикбоксером, с которым он проводил все свободное время между тренировками и матчами. Криро даже летал к другу в Марокко на своем частном самолете. А после Бадр опубликовал у себя в инстаграме вот это и началось. Об ориентации Роналду стали говорить даже на федеральных каналах разных стран. Папарацци стали за ним шпионить даже на отдыхе и делали компрометирующие кадры. А Флорентино Перес так переволновался, что запретил Роналду летать в Марокко. Да, видимо, это фото было просто неудачной шуткой, ведь Бадр Харри даже подписал его ироничной фразой «Мы почти женаты». Но какие последствия? История стала ударом по имиджу и королевского клуба, и самого Роналду. И я не понимаю, как его имиджмейтеры, которые просчитывают каждый шаг португальца, допустили публикацию этого снимка. Тем более, в довершении репутационных проблем выяснилось, что Харри тогда уже был под следствием по обвинению в нападении на американского бизнесмена. В итоге получил реальный срок и отправился за решетку. На этом дружба закончилась, но говорить о ней продолжают до сих пор. На восьмое место ставим чисто игровой провал Роналду, который случился на чемпионате мира 2014 года в Бразилии. Худшая игра португальца за сборную. Хотя на тот момент Криш был официально лучшим игроком мира. Вот только перед турниром получил травму, пропустил все контрольные матчи, восстановился к самому старту мундиаля. Но в первой же игре с Дерманией решил, что готов играть все 90 минут. Сыграл. Лев знал о плохой форме Роналду и совершенно выключил его из игры. Португальца мгновенно накрывали, а убежать от оппонента в таком состоянии он не мог. Вот яркая иллюстрация. Криш пытается разогнаться, а в кадре уже 4 немца, готовые его накрывать. Потом был матч с США, где набиравший форму Роналду также не отметился голом, да и вообще забил в том турнире только один мяч и тот ворота сборной Ганы. В результате Португалия неожиданно даже не вышла из группы. Наверное, худший международный турнир в карьере Роналду. Где расположились скандальные любовные похождения Роналду? В те дни, когда оформлялся его переход в Реал, игрок отдыхал в Лас-Вегасе и в ночном клубе познакомился с 24-летней моделью Кэтрин Майоргой. Подробности произошедшего между ними вы и так все знаете. Напомню только, что спустя 9 лет американка, вдохновленная движением жертв сексуального насилия MeToo, буквально закошмарила Роналду. Ювентус даже отказался от предсезонного тура в США из-за расследования американских властей в отношении своей главной звезды. А с Криштиану даже некоторые спонсоры разорвали контракты, как, например, парни из EA Sports, которые сразу убрали португальца с обложки FIFA 19. Недавно дело замяли, но удар припутации снова не слабый. И это был не самый первый случай. В 17-м году португальская пресса рассказала, что Роналду изменил своей Джорджине с некой Наташей Родригес. Бразильская модель Эрика Канелла рассказала журналистам, что Криш предлагал ей провести совместный вечер в Лиссабоне, но она отказала, потому что тот сообщил ей, что у него только 15 минут. И так далее. Куча девушек пропиарилась за счет Роналду. Да, многие из них просто хотели хайпа, но сравните с аналогичной статистикой у Месси. У него здесь все идеально, потому что Лео давно не ходит по клубам и не мочится пьяный на чужие автомобили. На шестом месте объединим позорные игровые эпизоды, когда Роналду из-под тяжка или же неоправданно жестко бил соперников на поле. В январе 15-го в матче Ла Лиги с Кордобой в Криштиану вдруг вселился Пепе, и он пнул оппонента Эдимара Куритибу сзади. А главное, судя по реакции, не чувствовал за собой никакой вины. Позже Рон, правда, извинился, сказав, что переживает сложный период в жизни из-за расставания с Ириной Шейк. Окей. Но в следующем сезоне произошла целая серия подобных инцидентов. В конце октября Реал выигрывал у Лас-Пальмоса, а Криштиану в той игре зачем-то пнул на поле, не владевшего мячом Давида Симоне. Спустя пару месяцев, в январе 16-го, Крирос зашкварился в двух матчах подряд. В игре с Хихонским Спортингом он в центре поля при счете 5-0 специально ударил сзади по ногам Натча Кассеса. И вот как это объяснил. Это была инстинктивная реакция. Если бы я ударил его специально, он бы не поднялся. Да, если бы я ударил специально, ты бы даже не встал. Где-то я такое уже слышал. В классе в пятом. А уже в следующей игре, это был матч с Бетисом, Роналду атаковал Франсиско Малинера. И опять, это была даже не борьба за мяч. Абсолютно не спортивное поведение. Я не святой, и тоже нарушая правила. Но только тогда, когда соперник с мячом Роналду поступил. Мерзко. Это комментарий пострадавшего. По поводу январских вспышек агрессии Роналду в 16-м году и не требовалось ничего объяснять. Эти срывы случились в двух матчах, которые последовали за церемонией вручения золотого мяча 2015, на которой Криша прокатили впервые за три года. Конечно, он был злой. Пятое место — это домашнее Евро Португалии, когда Роналду уже считался будущей суперзвездой. Естественно, на родине, да еще в одной команде с Фигу и Руем Коштой, желать чего-то кроме победы было несерьезно. Но сначала поражение в матче-открытии от беззвездной оборонительной Греции, а потом от нее же в финале. В той игре Роналду мог все решить и стать супергероем своей страны в 19 лет. У него был выход 1 на 1 после гениального паса Коште, а также неплохой момент, когда он мог качественно влупить с правой, но зарядил на верхний ярус. Проиграть аутсайдеру домашнее Евро, где ты почти главный фаворит, это было очень обидно, и это было бы первое место, если бы через 12 лет Роналду не исправился. Четвертое место это зашкварный нарциссизм Криша. Ну серьезно, он так любит себя, что иногда даже становится противно. Многие болельщики не скрывают своего восхищения футбольными скиллами португальца, но не могут принять его самолюбование и автоматически переходят в разряд хейтеров. Роналду уже давно перешел черту скромности и деликатности, заявив в 2015 о своем единоличном величии. Сравнение с Месси, это не волнует меня. Я показываю топ-уровень своей игры последние 8 лет. Вы можете думать, что Месси лучший, ну а я думаю, что лучший я. Ладно, ты считаешь себя молодцом, окей, но зачем разбрасываться цитатами, задевающими чувства коллег и партнеров? Конечно, было бы гораздо удобнее, если бы в сборной Португалии было бы 2-3 Криштиана Роналду, но у нас их нет. А ведь Рон, сказав это в биографическом фильме, даже не собирался завершать карьеру в национальной команде. И вот еще теплые слова об агенте, который устроил Рона к лучшему тренеру мира на тот момент, Алексу Фердисону. Жоржи Мендеш лучший в своем деле. Он Криштиану Роналду среди агентов. И ладно, когда подобные фразы произносит Ибрагимович, он просто в образе, мы все это понимаем. Но Криштиану не в образе. Ну и, собственно, самое смешное произошло недавно. 34-летний Роналду после перехода в Ювентус провел хороший сезон, но откровенно средний по собственным меркам. Чемпионство в серии А не в счет, это и без него стало рутиной. Но вылет из Лиги Чемпионов в четвертьфинале, вылет в кубки от Аталанты 0-3, резкий бомбардирский спад, проигрыш звания лучшего Галеодора старику Квэльярелли, а не Месси, и не попадание в символические сборные, это точно не повод горделиво подводить итоги года в соцсетях. Но у Рона другая логика. В своем посте в Инстаграме он продемонстрировал знания каждого своего достижения за сезон. Даже если речь о рекордах, которыми пятикратному обладателю золотого мяча гордиться как-то не пристало. Как, например, гол в итальянском суперкубке. Класс. А еще 34-летний мужчина по фамилии Роналду продолжает сходить с ума по собственным кубикам на животе. Наслаждайтесь видом. Подписки его фотографии этого лета. Ну, прикольный пост. Ну, если бы парню было лет 19. Многие в таком возрасте так делали, да? Место в тройке заслуживает худшая классика в карьере Роналду. В ноябре 2010 года два эгоцентриста, Мауриньо и Роналду, приехали в гости к Барселоне, чтобы показать синегранатовым, насколько они особенные. Но 5-0 в пользу хозяев. У Роналду из примечательного лишь желтая карточка, у Мауриньо боль и унижение до конца карьеры. Но Криш показал, что в умении проигрывать достойно он уступает даже истеричному Жозе. Помимо того, что футболист ничего не показал в игре, так еще и отметился грязным поступком. Вот зачем Роналду толкнул Гвардиолу? Или это опять была инстинктивная реакция? Короче, самый стыдный матч в карьере Криштиану по всем параметрам. Второе место давно зарезервировано за симуляциями Криштиану. Ну вот серьезно, Роналду без привлечения гениальный футболист, но по некоторым поступкам можно сказать, что он сам хочет, чтобы его ненавидели. Ведь долгое время Криро был дайвером номер один в мировом футболе. Особенно в первые годы в МЮ. Малейший контакт – падение. Не было контакта – все равно можно упасть, вдруг прокатит. Это лучший профессионал, которого я когда-либо встречал. Но у него есть эти недостатки, присущие латиноамериканским футболистам. Однако его можно было перевоспитать. Это сэр Алекс Фердисон высказался максимально корректно. А самое главное – смог действительно внести коррективы в игру своей звезды. Кстати, Криш стал решать в АПЛ лишь на четвертый сезон. А до этого было много фанатского хейта и свиста, в том числе на Олд Траффорд. Да еще и помимо частных скандалов случился глобальный. Эту историю я недавно рассказывал. Когда Роналду давил на судью и добился удаления Руни в матче чемпионата мира. И потом при камерах подмигнул тренеру Португалии Скалари. Британские СМИ так раздули скандал, что Криш даже боялся возвращаться в Англию. Пришлось отмазывать и Фердису, но и самому Руни. Роналду стал после симулировать пореже, но все равно при удобном случае это делал. И держал звание главного симулянта мира. Пока в Европу не переехал Неймар и не отобрал силой этот трофей. Спасибо, бро. Ну и главный зашквар Роналду. О чем вы подумали? А мы решили, что это финал Лиги чемпионов 2009 года. Сейчас все объясню. Тут самый важный контекст. Юнайтед отыграли без единого поражения весь турнир. Представьте, какой был кураж. Роналду действующий обладатель золотого мяча. Клуб легко проскакивает по сетке главного евро турнира. Криштиану настраивается на трофей, а потом унижение команды Ферги от Барсы, молодого наставника Гвардиолы, который первый сезон тренировал команду. Причем то было не просто поражение, деклассирование. Кто видел тот матч, не даст соврать. Барса была на голову сильнее. А гол низкорослого Месси головой пришел как форменное издевательство. И вот та игра стала поворотной точкой. В ней фактически решалось, кто возьмет золотой мяч. И Месси и Роналду выиграли с клубами национальное первенство и дошли до финала Лиги Чемпионов. Но Барса взошла на вершину, и в голосовании того года все стало ясно. Месси после этого взял четыре золотых мяча и в те годы глубоко задвинул Роналду в рейтинге величия. Для Криша, заточенного на планетарное первенство, это было шоком. Но он, наверное, единственный в мире, для кого даже такой расклад не стал окончательным поражением. То, что случилось потом, вы знаете. Роналду, будучи на два года старше, сравнял счет по золотым мячам, сократив нереальное отставание. Но тот финал и правда по многим аспектам стал поворотным и неприятным моментом для португальца. Друзья, но если честно, как бы мы не пытались отыскать изъяна в карьере Лео и Криша, это реально сложно. Месси больше поражает талантом, Роналду характером. И знаете, эти две величины сопоставимы. Так что не случайно счет 5-5, получаем удовольствие дальше. Понравилось? Подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. И пишите в комментариях, какой негативный поступок португальца вам запомнился больше всего. Ну и гляньте такой же выпуск про Месси, а заодно топ лучших ассистентов мира за последние 5 лет полнейший эксклюзив. Саня Журавлев, Мяч Продакшн. Пока.